Ну вот такой приходишь после работы, уставший весь, энергии нет, то есть все плохо, да, садишься в эту баню, паришься, сидишь напаренный, смотришь на море, на дождь, идущий за окном, и еще мы поставили динамики, тут стоит еще два динамика, мы их тоже покрасили в черный свет, по всем помещениям еще стоит шесть динамиков, то есть одна музыкальная система на все помещение, то есть выходит из банки в душ, и там тоже музыка, причем музыка качественная. Добрый вечер, друзья, вот мы и закончили парную, парной мы делали практически целый год, это связано с тем, что нужно было подобрать материал, сделать выкрасы, плюс заказчик в море, то есть мы не могли с ним встретиться уже, мы скидываем ему фотографию, надо приехать, посмотри. Сначала мы подобрали древесину, задача стояла такая, значит, выбрать древесину с широким профилем, чтобы была видна структура древесины, и чтобы это было недорого, задачка та еще. Ну что, мы нашли широкую ель, термоель, начали делать выкрасы, покрыли один слой, второй слой, третий слой, заказчику все не нравилось, нужен был тотальный черный цвет. Здесь вы видите четыре слоя, четыре слоя специального тонированного масла. После того, как мы подобрали материал стен, пришла очередь подбирать материал полков. Полки должны были выделяться на черном фоне, и мы предложили заказчику широкий абаж, он белого цвета, ну, мы его покрасили маслом, он начал давать желтоватым. Это экстровая абаж, 120-я ширина, посмотрите, какая красота, структура, он пористый, он не будет обжигать тело. И сделали такие полки интересные, дизайнерские, они парящие, то есть у нас здесь полок для тех, кто ожидает парения, а здесь полок для тех, кто парится. Дорогие друзья, здесь была проработанная концепция парящих полков, соответственно, чтобы достигнуть такого эффекта, нами была разработана металлоконструкция, мы не стали всякие балки кидать деревянные, какие-то брусцы 50 на 100 на 150. Мы сделали четко, крепко из металла, металл выкрасили в черный цвет, специальная жаропрочная краска, интегрировали в стены закладные, то есть у нас идет закладная деталь от верха полка до низа, интегрированная в стену. То есть мы не просто там анкера какие-то там закрепили на стенках, которые потом бы расшатались и прочее, да, у нас это как на ножках это все стоит. И это тоже, в том числе, то есть этот полок, он у нас вообще Г-образный, то есть у нас точек опирания 3, если здесь 4, то здесь 3. Ну, тем не менее, то есть в самой опасной точке, тут все, все, все нормально. И второе дыхание, то есть человек ложится, дышит и банщик работает с ним. Со вторым дыханием тоже здесь не все так просто, значит, мы сделали съемный такой стаканчик, стаканчик, чтобы сюда можно было добавить маслице, прикрыть и дышать. Также второе дыхание регулируется, то есть здесь можно его перекрывать, ну, там четверть выломана, все равно будет приток воздуха в любом случае, но его можно интенсивность менять. И что хорошо, за окном море, то есть тот, кого упарит, будет дышать морским бризом. Это очень круто. Ну, и прям дышишь, морской воздух, нереально прям, считаю, что в бане мы натопили градусов 60, ну, прям хочется супер, если маслице еще добавить. Хотели сделать круглую, но потом подумали, ну, это было бы похоже на какой-то туалет, наверное, ну, мы сделали квадратненькую, аккуратненькую, чтобы по досточкам, по полкам она вот встала. И все, пожалуйте. Второе дыхание из нержавеечки, все как положено, то есть ее можно обработать, там, и хлоркой, чем угодно. То есть у меня ничего не случится. В последнее время стало модным делать панорамные окна в парной, и это парная не исключение. Посмотрите, какое большое панорамное окно, то есть какой кайф сидеть в горячей парной, напарившись и наблюдать за дождем или снегом за окном. То есть это же, ты сидишь в уютной обстановке и наблюдаешь за непогодой. У человека какое-то внутреннее спокойствие образовывается, и он как бы сидит и кайфует, думает, вот блин, вокруг все как плохо, у меня все хорошо. Друзья, давайте поговорим про вентиляцию. Значит, вентиляция здесь очень сложная. С под печки идет приток воздуха, который выходит в этот клап. Проходит весь круг по парной, да, нагревается, и в этот клапан выходит и создает тем самым циркуляцию. И для залпового проветривания предусмотрена еще и форточка. Мы баню сейчас испытывали, мы ее догнали до 100 градусов, и мы сейчас снимаем. На самом деле она очень долго остывает, потому что это чугунная печь в облицовке торгохлориз. Здесь порядка 120 килограмм, то есть мы думали, приедем, быстро это все проветриваем, будем снимать. И поэтому мы поставили открытую форточку. Форточка фирмы Вутсон, она тоже покрыта в тотальный черный свет. Она на самом деле дубовая или ольховая. Вот я сижу на сам край. То есть все крепко. Заказчик будет здесь париться с венишками. Соответственно, мы поставили такую полочку от компании Вутсон. И сюда будут засовываться такие пучки травы. Эвкалит поставить, душицу, мяту. И будет такой хороший аромат. То есть поддаешь, веничком работаешь, здесь все пахнет. Оттуда морской бриз. Я не знаю, это, наверное, рай на земле. Иначе я просто... Я тоже себе такую хочу. Когда заработаете, тоже сделаю себе такую баню. Значит, чтобы нам полки парящие обозначить, мы сделали подсветку. Под низом лента жаропрочная. Выделили спинки. На этом малом полке тоже самое сделали. Потому что у нас светопоглощение. Вся баня черная. И вот эти элементы белые, мы их еще и светом выделили. И дополнительно у нас еще есть подсветочка корейки. То есть вокруг печного угла. Это лист нержавейки. Мы его покрасили тоже в черный цвет. Дымоход тоже выкрасили в черный цвет. И проложили оптоволокно. Оптоволокно выдерживает большую температуру. То есть с ним ничего не случится. Оно будет служить долгие годы. Фирма Корейки, она себя зарекомендовала. Единственный момент. У корейки есть разные диаметры оптоволокна. И чтобы такой эффект достичь, нужно брать 6 мм. Такое оптоволокно такого сечения. Потому что у них продаются и 2 мм. Такого света, эффекта пучков не достигнешь. Когда 2 мм оптоволокно. Освещение оптоволков и спинок можно с пульта интенсивно срегулировать. То есть мы приглушенный свет делаем. И вот яркий делаем. И здесь кнопки вот мерцающие. Автоматический диммер на пульте управления. С одного диммера регулируется весь свет. И дополнительно у нас стоят еще термогигрометры от компании Корейки. Тоже 2 пучка. Тут всего 11 точек было. И 2 пучка мы опустили в этот термогигрометр. Отдельно хочется остановиться на качестве двери. Дверь компании Грандис. Снаружи это нержавейка. А внутри это абаж. То есть мы знаем, да, что внутри металл может нагреться. И чтобы человек не обжегся, Грандис предусмотрели ручку из абажа. То есть не просто там деревянную, а из абажа пористого, который даже сильно нагревшись, ну, 2 приятного набрать. То есть не обожжешься. Печка в нашей бане от компании Везувий. Чугунная. В облицовке только хлорид. Заказчик ее приобрел самостоятельно. Мы ее установили. В связи с чем мы сделали облицовку печного угла. Только хлорид рваный. Очень красиво смотрится. Все совпало. У нее закрытая каменка. Ух ты. Ух ты пыхнула прям. И мы поставили сеточку, чтобы не было инфракрасного излучения. И шибер. И перешли уже на сэндвич. И вышли уже в штатный дымоход. Он выполнен из кирпича. Единственное, мы сделали гильзовочку. 0,8 трубой. И единственный момент был у нас. Была плохая тяга. Мы испытали дымоход. Тяга плохая. Добавили метр. И нарастили там еще метр трубы. И тяга стала не совсем, конечно, хорошей. Но, тем не менее, стала лучше. В заключение я хочу сказать, что большое спасибо заказчику. Предоставил нам такую возможность. Это уникальная парная. Это, знаете, новые вызовы. Не каждый заказчик может позволить себе такие бюджеты. И тем более, как бы, интересно работать. Потому что баня уникальная. Авторская, можно сказать. Перед тем, как ее делать, мы все отрисовали. Все выкрасы сделали. То есть, заказчик увидел картинку. И мы реализовали ее. Она практически как на картинке. Вот она такая получилась. И вживую. Все. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И мы ждем вас.